Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что ее не поймут, подписала под ним. Это я. Она внимательно осмотрела свое творение и решила, что ему чего-то не хватает. Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя. Что еще нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображен на портрете? Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом. Пробовала разные прически. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью. Ей захотелось выглядеть загадочной и романтичной, как длинноногие девушки, показывающие моду по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицам. Получилось не очень красиво. А когда она резко остановилась, шляпа съехала ей на нос. Хорошо, что никто не видел ее в этот момент. Вот бы посмеялись. В общем, быть манекенщицей ей совсем не понравилось. Девочка сняла шляпку, и тут ее взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила ее и замерла, сделав удивительное открытие. Как две капли воды, она была похожа на свою бабулю. Только морщин у нее пока не было. Пока. Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. Правда, это будущее оказалось ей очень далеким. Наде стало понятно, почему бабушка так любит ее, почему снежная грустью наблюдает за ее шалостями и украдка вздыхает. Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место и побежала к дверям. На пороге она встретила саму себя, только не такую резвую. А вот глаза были совсем такие же, по-детски удивленные и радостные. Наденька обняла себя будущую и тихо спросила, «Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной?» Бабушка помолчала, потом загадочно улыбнулась и достала с полки старинный альбом. Перелистав несколько страниц, она показала фотографию маленькой девочки, очень похожей на Надю. «Вот какой я была», сказала бабушка. «Ой, и правда, ты похожа на меня!» В восторге воскликнула внучка. «А может, это ты похожа на меня?» Лукаво прищурившись, спросила бабушка. «Это не важно, кто на кого похож, главное, похожи!» Не уступала малышка. «Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я!» И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было лиц! И каких лиц! И каждое было по-своему красиво. Покой, достоинство и тепло, излучаемое ими, притягивали взгляд. Надя заметила, что все они, юные дети, седые старики, юные дамы, подтянутые военные, были чем-то похожи друг на друга и на нее. «Расскажи мне о них!» – попросила девочка. Бабушка прижала к себе свою кровинку и застроился рассказ об их роде, идущем из давних веков. Уже подошло время мультиков, но девочке не захотелось их смотреть. Она открывала что-то удивительное, бывшее давно, но живущее в ней. А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, историю своего рода? Может быть, эта история и есть твое зеркало? Продолжение следует...